Мир без виз. Вокруг света с Валерием Шаниным. Поездка по Китаю стала очередным этапом проекта Мир без виз, в рамках которого Валерий Шанин путешествует только по безвизовым для россиян странам. В этом путешествии его попутчиками стали Михаил Иванов из Алматы, Майнур Клементьева с острова Сахалин и Иван Абаскалов. Продолжение следует... Понять их можно только в контексте всей структуры китайской жизни. Это и станет главной целью путешествия по южным провинциям Китая от Шанхая до Чэнду. Мы побываем в крупных сверхсовременных мегаполисах и в мелких деревнях, в туристических центрах и богом забытых местах, в городах и на берегу океана, во дворцах и хижинах, на чайных плантациях и фабриках, в музеях и в чайных магазинах, в буддистских и даотских монастырях и храмах, на чайных церемониях и в чайных домиках. Везде, где выращивают, производят и потребляют чай. А в Китае это делают повсеместно. Итак, в путь! Наше путешествие начинается в Шанхае. В 19 веке в Шанхае были торговые представительства всех крупных китайских чайных компаний. Отсюда начинали свое движение караваны с чаем, идущие через Сибирь в Санкт-Петербург и Москву. В местном порту грузились английские парусники, на которых чай везли в Англию из страны Западной Европы. В Шанхае открылись консульства и торговые представительства европейских стран. Отсюда вывозили чай, а сюда из Индии ввозили опиум. Шанхай стал чуть ли не европейским городом. Здесь в парках висели таблички «Вход собакам и китайцам запрещен». В 1887 году в Шанхае было 420 заграничных фирм по торговле чаем. Из них 252 английских, 65 немецких, 28 американских, 25 японских, по 18 французских и русских, 5 испанских и 16 остальных. После Китайской революции иностранцев отсюда поперли. Но в последние годы они вновь возвращаются. Да и сам Шанхай сильно преображается. Глобализация мирным путем делает то же самое, что раньше удавалось сделать только под дулами корабельных орудий. Китай копирует западные технологии, а вместе с ними и образ жизни. В то время как в западных странах открываются новые китайские рестораны, а из страны вывозится все больше и больше китайского чая, сами китайцы с рвением, достойным лучшего применения, стремятся заимствовать передовые достижения западной культуры. От Шанхая до Ханчжоу, столицы провинции Чжэцзян, около 200 километров. Это расстояние скоростной поезд Хухан пролетает всего за 45 минут. По сравнению с гигантским Шанхаем, Ханчжоу с его всего лишь пятью миллионами человек кажется маленьким городком. Есть здесь и небоскребы, и метро, и загрязненный промышленными выбросами воздух. Но все это немного в стороне от старого города. Его как будто специально законсервировали, превратили в резервацию для туристов. Ориентироваться в переплетении улочек достаточно легко, нужно только держать направление на запад. Рано или поздно мы упремся в восточный берег озера Сиху, название которого в переводе означает «западное озеро». Согласно одной из легенд, вода в озеро поступает из пасти живущего на его дне золотого быка. Пагода Лейфента, или в переводе на русский «пагода шести гармоний», стоит на вершине холма Нэньпиньшань у южного берега озера Сиху. С вершины пагоды видна юго-восточная часть озера Сиху. В основание пагоды разбили парк с прудом. Местные жители приходят сюда поболтать, поиграть в домино. И попить чай. Без него здесь никак. Прямо напротив пагоды, на обращенном к озеру, склоне холма Нэньпин, стоит древний монастырь Цзинцы. Он был основан в 954 году местным уроженцем, знаменитым монахом Юнмин Йинчоу. Этот монастырь был одним из главных буддийских центров всего Южного Китая. Отсюда вышло много мастеров секты Цао-дун. Адепты секты Цао-дун особое внимание уделяют техникам очищения сознания. В частности, они практикуют довольно редкий вид медитации — медитация в ходьбе. Она требует высокой степени концентрации и умения абстрагироваться от окружения. Нужно уметь сохранять спокойствие даже в окружении беспардонных туристов с фотоаппаратами и видеокамерами. Настоящим буддистам должно быть неважно, фотографируют их или нет. В этом монастыре занимаются не только духовными практиками. Ничуть не меньше внимания уделяют и изучению священных текстов. Впрочем, и эта, по сути, книжная работа требует умения абстрагироваться от шума и суеты, создаваемой многочисленными туристическими группами. В такой нервозной атмосфере без кружки чая точно не обойтись. Музей чая — это не только музейное здание с экспозицией, но и настоящая чайная плантация. Кроме традиционных экспонатов, которые тоже есть, в музее огромное количество современных мультимедийных средств. Наш музей чая — единственный в Китае. В нашем музее вы можете попробовать четыре вида чая. Первый — это зелёный чай лудзин. Его выращивают на чайной плантации у входа на территорию музея. Мы начинаем с того, что споласкиваем чайник кипятком. Одновременно и нагреваем, и моем. Этот зелёный чай бывает трёх видов — весенний, летний и осенний. Самый лучший из них — весенний. Зелёный чай нужно заваривать водой с температурой около 75 градусов Цельсия. В этот чай можно добавлять воду три и даже четыре раза. Уже использованные листья также идут в дело. Их кладут в кулинарные изделия и оригинальные блюда народной кухни. В зелёном чае много витамина С и витамина А, который очень благотворное влияние оказывает на кожу. Из листьев зелёного чая можно делать маску для лица. У этого чая очень светлый оттенок, но при этом он очень крепкий. Чай вначале нюхаем, наслаждаемся запахом, а затем маленькими глотками пьём. В Китае есть два вида жасминового чая — с маленькими цветками и с большими. В этом чае два типа цветков. Жасмин и цветы с чайного куста. Следующий вид чая — чёрный чай с цветами. Чёрный чай хорош для желудка. Этот чай можно заваривать пять раз. И в дальнейшем, в ходе чайной церемонии, основное внимание при рассказе о новом сорте чая обязательно отмечалось, в чём польза для здоровья и сколько раз можно заваривать листья. Спешим назад на озеро. И успели как раз вовремя. К началу ежедневного представления. Места уже почти все заняты. Сегодня, как и сотни лет назад, в программе «Закат». На него и приходят посмотреть. С наступлением темноты на улице и площади выходят сторонники активного образа жизни. Начинается дискотека под открытым небом. Но с китайской спецификой. Танцоры от мала до велика не собираются в общую кучу, а становятся длинными рядами, как на параде. И танцуют в унисон. Или хотя бы пытаются это делать. Ханчжоу – столица провинции Джэцзян. И кухня здесь джэцзянская, одна из десяти главных кухонь Китая. В ней много блюд из рыбы и морепродуктов. Готовят всегда и везде, вкусно и дешево. Но с санитарией здесь проблемы. Сырую воду лучше не пить, сырые продукты в пищу не употреблять. И вообще, хорошо бы своими глазами видеть, что, в каких условиях и как именно готовили. Это же касается и чая. Его тоже делают прямо в магазинах, на глазах у потенциальных покупателей «Изи Вак». Местный сорт чая – Сихулунцзин, имеет очень длинную историю. Уже в эпоху Тан его делали в монастырях Тянь-Лань и Линь-Инь. С тех пор технологии практически не изменились. Для того, чтобы сделать один килограмм высококачественного чая, нужно вручную собрать 70-80 тысяч цельных почек с листочками. После того, как листья немного подсохнут, их сортируют на три сорта, в зависимости от размера листочков. Каждый сорт обжаривают по отдельности, при разной температуре и времени обработки. Уже в глубокой древности в Китае были созданы огромные пантеоны, в которых насчитывались тысячи богов и божественных покровителей. Чаще всего их местом нахождения считались горы. Чуть ли не на каждой маломальски заметной вершине есть буддийский или даосский храм, посвященный одному из местных богов. Но так как среди богов тоже есть своя иерархия, то место жительства более важного бога считается более святым местом. У буддистов есть четыре священных горы. Ближе всего к Анчжоу находится священная гора Путашань. К ней мы и отправимся. Ближе всего к Анчжоу находится в Китае. В изначальном буддизме, в буддизме Хинаяны, спасение человека из спут страданий и достижение нирваны были результатом исключительно его собственных усилий и настойчивости. Даже Будда, который считался хотя и очень продвинутым, но все же человеком, помочь мог только советом и собственным примером. В буддизме Махаяны, получившем распространение в Китае, человек может рассчитывать на помощь свыше. Вначале сам исторический Шакьямуни Будда превратился в бога, а затем он оказался всего лишь одним из сонма богов. Кроме богов, в буддийском пантеоне появились бодхисаттвы, что-то типа христианских святых. Остров Путашань – место поклонения индийскому бодхисатве Аблакитешвара. В Китае Аблакитешвара превратится в антропоморфную по облику богиню милосердие – гуанинь. В индийской мифологии Аблакитешвара обладает способностью принимать различные обличия. Гуанинь также можно увидеть в самом разном виде. Но чаще всего она изображается в виде женщины среднего возраста, облаченной в платье, отдаленно напоминающая индийская сари. На утесе у южной оконечности острова установили гигантскую статую богини. По своим размерам она лишь немногим уступает знаменитой статуе Свобода в Нью-Йорке – 33 метра против 46. Гуанинь защищает от разных напастей, но особенно хорошо у нее получается способствовать рождению детей. Именно поэтому ей поклоняются практически все женщины. Одни молятся, чтобы забеременеть, другие – чтобы успешно родить, третьи – чтобы защитить своих детей от напастей. Для того, чтобы заслужить благосклонность богини милосердия, китайцы и приезжают на остров Путашань. Даже удивительно, что и сейчас на острове, превращенном в одну из главных туристических достопримечательностей, да еще и находящемся недалеко от таких супертуристических мест, как Шанхай и Ханчжоу, остались места, где впору строить хижину и жить в полном уединении. С гостиницами на острове проблем нет. На любой вкус и кошелек. На берегу моря в палатках здесь ночевать не принято. Наша следующая цель – город Сучжоу. Возвращаемся на континент на пароме и пересаживаемся в автобус. В Сучжоу пребываем уже затемно. К счастью, здесь легко найти гостиницу, да и с голоду не умрешь. Сучжоу – один из старейших городов долины Янзы. Он основан примерно две с половиной тысячи лет назад. В Китае есть три религии – конфуцианство, даосизм и буддизм. Конфуцианцы учат, что жить нужно в соответствии со строгими правилами этикета. А самая почетная и престижная профессия – профессия чиновника. И чем выше ранг, тем больше благодать. Даосы же, наоборот, призывают к естественности, спонтанности, к уходу из скученных городов в леса и горы поближе к природе. А буддисты вообще предлагают отрешиться от крайностей и думать лишь о просветлении, а не о житейской суете. Эти три религии мирно сосуществуют в душе каждого китайца. И так было всегда. Рабочее время чиновники проводили на службе, а досуг – в садах. Здесь хотя бы на какое-то время можно было забыть о всех предписаниях настоящего конфуцианца и почувствовать себя даосским мудрецом или буддистским философом. В саду ничего нельзя делать в попыхах. Это место для досуга и праздности. Среди миниатюрных рощ, гор и рек создатели садов ухитрились втиснуть огромное разнообразие жилых и полужилых построек. Один домик служил для отдыха, второй – для приема гостей, третий – для чаепития. И вновь поезд. Это самый удобный в Китае вид транспорта. Быстро, дешево и сравнительно комфортно. Железнодорожный вокзал в Нанкине находится на противоположном от стен старого города берегу озера Санью. Стена, когда-то окружавшая по периметру весь старый город, была самой длинной и внушительной из всех китайских крепостных стен. При длине около 33,5 километров она достигала высоты 12 метров. До наших дней сохранился только сравнительно маленький участок и величественные ворота Джунхуа – самые большие ворота города. Большинство из сохранившихся до наших дней архитектурных и исторических памятников находятся не в центре Нанкина, а на его окраине – на склонах Пурпурных гор. Заросшие густым лесом пурпурные горы были похожи на холмы. Их максимальная высота всего лишь 448 метров над уровнем моря. Здесь был летний дворец китайского императора. Именно в нем чай впервые был введен в придворный этикет. Это способствовало активному распространению оригинального напитка вначале в среде чиновничества, а затем и среди простых людей. Что же сохранилось от императорского дворца? Почти ничего. Лишь каменные основания отдельных зданий, величественные каменные ворота и огромный парк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Нанхине мы прервали свою традицию, которая у нас сложилась в первую неделю. Есть только один раз в день, вечером. Сегодня посреди, можно сказать, рабочего дня попали в ресторан. Есть только одна надпись на английском языке, что ресторан вегетарианский. Еще меню написано иероглифами, поэтому заказывали методом научного тыка и получили в результате, очевидно, огурцы, очевидно, что-то типа соевый тофу с грибами и что-то больше всего похоже на картошку. Так что будем первый раз есть при дневном свете? Палочками, конечно. Никакого барска. Чисто все. Единственное чисто палочками. Вернее, пытаемся. Ну, то есть, так он будет. Если к архитектурным сооружениям, как и к людям, применимо понятие реинкарнации, то реинкарнацией императорского дворца стал величественный мавзолей основателя Китайской Республики генералиссимуса Суньяцена. Для него выбрали самое лучшее место на обращенном к городу-склоне Пурпурной горы. К мавзолею ведет широкая мраморная лестница из 392 ступеней. До сих пор сюда многие приходят для того, чтобы выразить свое почтение основателю Китайской Республики. И вновь поезд. Но уже не скоростной, а обычный. Билеты продают без мест, как на электричку. Если народу много, тем, кто поздно пришел, приходится стоять в тамбурах и в проходе. Вот так вот нам ехать. Три с половиной часа. О том, что город Цюхуашань – место непростое, а священное, китайцы уже давно догадались. Здесь, по их представлениям, находился вход в ад. В нем томятся грешные души, страдающие за совершенные ими в жизни неблагие поступки. У буддистов нет ничего вечного. Нет у них и высшей меры наказания. За грехи обязательно попадаешь в ад. Но не навечно, а только на какой-то срок. Да и в аду не остаешься без божественной помощи со стороны бодхисаттв. Главного бодхисаттву подземного мира в индийском буддизме называли Кшити Гарба. По-китайски его имя звучит как Дидзан. Дидзан также известен как защитник путников. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok